Музыка Можно сначала на белом листе или на белом картоне нарисовать что-то, а потом просто отклеить, как обои. Музыка Морки повесить, а вот за это нужно тянуть и разъединить. Крик! Добавлю и попринес, такое сделаю около файлов и обложку. Субтитры делал DimaTorzok Как вы уже успели увидеть, коробка это вообще простор для бескрайнего творчества. Во-первых, это очень удобная форма для того, чтобы в ней что-то делать. Можно наполнить ее каким угодно содержанием, можно принести самые разные материалы и прикрепить. Мы сегодня ограничим себя всего тремя вещами, которые можно сделать из коробки. Это дом, зоопарк и театр. Дом. Мы выбрали дом, потому что это самое такое архаичное и первое, наверное, что всплывает у детей. Первое, что они учатся рисовать. Ну, не первое, но если брать предметы, то одно из. Какие нам понадобятся материалы? Это цветная бумага. Я не пишу в материалах коробку, это и так понятно. Материалы это цветная бумага, краска, клей, канцелярский нож. Очень классная штука. Дополнительные картонки для этажей и перегородок. Поролон, картон, пластилин и подручные материалы для мебели. И лучше иметь какую-нибудь подложку, куда дом будет крепиться, чтобы на пластилин или на клей его вертикально поставить. Чем еще удобна коробка, что в нее можно напихать какие угодно материалы. И при этом, даже если у вас очень ограниченный круг материалов, там можно только картон, бумагу. Вот вам картонная коробка, вот вам бумага, там клей. Можно ее обклеить и сделать. Получится здорово. Дом по этапам. Сначала мы обклеиваем коробку, ни к чему ее не прикрепляя, потому что иначе она будет отрываться, если сразу ее приклеить на основу. Мы обклеиваем коробку с цветной бумагой или красками. Поскольку у нас в ДДИ, я координатор группы в ДДИ-28, у нас в ДДИ есть такая особенность, что если дать детям краски, то на детях краски будет больше, чем на их поделке. Поэтому нас очень спасает пастель. Именно детская пастель, потому что взрослая, она все-таки тоже пачкается, ну такая профессиональная. А детская, она очень удобна таким сленистым слоем ложиться и закрывать большую поверхность сразу. Далее можно вырезать окна и двери. Мы их вырезаем после того, как обклеиваем. Это, конечно, может быть тратой материала, но это, правда, смотрится симпатичнее, если сначала обклеить, а потом уже вырезать. И так проще. Далее мы закрепляем дом и уже прорабатываем его внутренний и внешний вид. Делаем мебель, делаем фасад, какие-нибудь балкончики, лестницы, все что угодно. Украшаем домик. Можно там сделать клумбы, цветы, что-то на крыше сделать. Делаем домик Карлсон или повесить воздушный шарик. Прям на что хватит фантазии. Вот примеры домиков. Если каждый ребенок, если вы делаете не какой-то общий дом, можно делать общий, а если каждый ребенок делает свой домик, то можно прямо потом составить из них город и рисовать тропиночки к домикам, ходить друг к другу в гости. То есть это получится такая целая игра. Дальше рассмотрим, как делать зоопарк. Для зоопарка примерно те же материалы. Пластилин, нож, ножницы, картон, клей, гофра. Гофра очень удобна для всех этих вольерчиков и загончиков, потому что она очень хорошо гнется, и ей можно придавать любые формы практически. Я написала кинестетический песок. К сожалению, забыла захватить. Это такая субстанция. Знаете, она похожа на пластилин в таких баночках, но даже не на пластилин, а на тесто для лепки, только более грубое на ощупь. И, ну, как песок с ПВА, представьте. И в него очень удобно что-то втыкать. Например, если вы делаете пол зоопарка из кинестетического песка, можете потом там загреблять какие-то фигурки животных, делать горки. Очень такой приятный материал. И трубочки можно взять или какие-то... Ну, проволоку все-таки сложно. Трубочки, палочки для того, чтобы удобно было их обклеивать пластилином, делать деревья или делать из них части для животных. В общем, каркас. Этапы работы. Важно сначала прикинуть... Детям это может быть сложно, но лучше сначала прикинуть, где у вас что будет. То есть можно нарисовать там, допустим, три коробки фломастером, карандашом. Разделить коробку на зоны. Делить со входами-выходами, вольерами, водоемами, там, детскими площадками, что у вас будет. Далее уже обклеиваем коробку, в зависимости от зон тоже. Допустим, там, где водоемы, клеиваем голубым пластилином и так далее. И наполняем эти зоны, лепим зверей, делаем растения, посетителей, каких-то, не знаю, вымышленных, сказочных персонажей, в зависимости от того, какой у вас зоопарк. Примеры работ. Ну, вот здесь даже левая работа, это больше похоже на ферму, но тоже это хорошая тема. Можно сделать ферму, там, домик. Как раз если вы на одном занятии сделали домик, вы на следующем можете сделать там ферму и потом это все соединить. И театр, ну, я очень люблю эту тему делать театр из коробки, потому что это очень просто, но в то же время очень эффектно получается. Театр мы рассмотрим, как делать обычный театр, как делать театр теней. Тут материалы собраны и для того, и для другого театра. Ну, вот сейчас по порядку все расскажу. Проще всего театр делать в крышке из коробки, то есть если у вас, может, я покажу даже, то есть если у вас коробка, вот здесь можно даже не отрывая крышку, делать, вырезать окно для театра, вот здесь, а сюда очень удобно убирать весь театральный реквизит, всех персонажей, и вот у вас будет прям такая целая игрушка. Дальше я написала кальку или пекарскую бумагу, она как раз нужна для театра теней, чтобы заклеить вот ей окошко, которое мы вырезали для того, чтобы показывать персонажей, и удобно использовать их для теневого театра. Скотч, ножницы, картон, палочки для того, чтобы крепить на них персонажей. Нож, краски, ткань и материалы для декорации. Такой стандартный набор. Ткань можно использовать для занавесок, можно использовать для декораций, для костюмов героев. Материалы для декораций и для персонажей могут быть тоже любыми, не знаю, у вас может быть колобок, это шарик из фольги, или что угодно. Это все зависит от спектакля и от тех материалов, которые у вас есть, и насколько вы правильно разыгрываете сказку, придумываете свою или как-то ее... Переворачиваете. Этапы работы... Я думала, думала и решила, что все-таки сначала нужно сделать сцену и вырезать отверстие, подготовить коробку, сделать занавес, потому что мы иногда с детьми сначала делали персонажей, и иногда они были либо слишком большими, либо слишком маленькими. Это, конечно, могло выглядеть забавно, а могло и не удаться. То есть, если вам повезет, это будет выглядеть забавно, а если не повезет, то просто это будет неуместно. Поэтому лучше сначала подготовить сцену и сделать декорации, а потом уже, исходя из их габаритов и размеров, делать персонажей, чтобы выглядело органично и здорово. Примеры работ. Мне очень понравилось изображение справа, я, честно, не знаю, сама бы додумалась. Театр, делать театр с ложками, ну, это вообще просто из ничего. Берете картонную коробку, берете ложки и рисуете на них личики. Прям очень такая простая и забавная штука. Бумаги можете делать, есть листки из постелка? Да, бумаги из ткани. Вот так это все выглядит. В инфекционной части все, спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok